Всем привет! Меня зовут Реднина Юрий, я старший специалист по анализу защищенности банковских систем и буду говорить о том, как постараться сделать сайт безопасным. Я уже больше 10 лет в информационной безопасности, ломал настолько много разных сайтов, что даже уже забыл каких, выступал на таких мероприятиях, как Positive Hack Days, Avzon, Яндекс.Толкс в Сербии и Казахстан. Вот только из Казахстана приехал сюда, надо просто, чтобы соответствовать образу. Вот теперь точно можно продолжать доклад. Я нашел больше 100 уязвимостей на разных сайтах. Тут уже, наверное, единичку можно заменить на двойку, ну просто так, пускай будет 100. Четыре раза за последний месяц я улетал из дома в разные командировки, на запись подкастов и так далее, на разные мероприятия. И у меня 3635 подписчиков на моем канале, это было вот на сегодняшний момент, сейчас уже может быть больше, а может быть меньше. Вот мой знаменитый кот Пашка, кто-нибудь знает в этом зале кота Пашку? Поднимите, вот там, да, кто-то хлопает. То есть люди знают кота Пашку, он уже побывал в сотнях, а может быть даже тысячах разных презентаций. Вот здесь он с роботом-пылесосом разбирается, робот-пылесос его боится, он уехал. Вот, и хочу начать с того, что уязвимостей бесконечное количество, сейчас я буду объяснять почему. Вот вчера тестил буквально нейронку новую, которую OpenAI выкатили. Ну вот она тоже указывает на бесконечность знаний во вселенной, очень крутая нейронка, умная, всем рекомендую. Ну вот можно объяснить, почему уязвимостей бесконечное количество на пенке от пива. Вот когда вы наливаете пиво в такую большую кружку, каждый раз, когда вы его наливаете, каждый раз пенка разная. И может быть бесконечное количество вариантов этой пенки. Ну и закономерность тут тоже можно уловить. Наша вселенная так устроена, именно поэтому бесконечное количество уязвимостей. Ну и давайте подумаем, как хакеры могут взломать сайты, вы это даже не заметите. Вот я был в Казахстане, общался с одним человеком из банка. И он говорит то, что IDOR это такая уязвимость, которую реально очень сложно отследить. Вот, допустим, есть у нас такой вектор. Есть некий сайт, где есть регистрация. Можно выбрать, с кем стать, исполнителем или заказчиком. И тип учетной записи, он, соответственно, в запросе передается. Ну, то есть, соответственно, выбор некоторых ролей. Ну, например, мы в JavaScript можем найти роли какого-нибудь овнера или саппорта. Часто в JavaScript раскрывается здесь пример такой. И, соответственно, поставить эту роль в вот этот вот запрос. И, соответственно, когда мы зарегистрируемся, мы, соответственно, будем, например, админом всего сайта. У нас будет доступ к админке. Это реальный кейс. Можно использовать какие-то часто встречающиеся значения. Типа, ну, в принципе, даже если вы нейронку спросите, она вам на все случаи жизни расскажет эти самые стандартные значения. В принципе, таким образом мы можем, как я уже сказал, стать админом. Ну, так вот, как понять в таком случае, что iDore эксплуатировался? То есть, мы регистрируемся, регистрируемся как, я не знаю, там, заказчик, получаем код ответа 200. И регистрируемся как админ, получаем доступ к админке и получаем код ответа 200 тоже. То есть, админу сайта будет очень тяжело вычислить. То, что iDore эксплуатировался. Ну, это вот мы еще, предположим, здесь мы можем отследить, грубо говоря, так, что знаем, что у нас там, если у нас появляется новый админ на сайте, то, соответственно, у нас был проэксплуатирован iDore. Ну, а если у нас iDore такой, который, соответственно, мы не знаем, что он у нас есть. Ну, это почти нереальная ситуация, это отследить. Соответственно, рубрика «Дисклозы ВКонтакте». Блин, что-то пусто на этом слайде. Дисклозов нет. Рубрика «Скидки». Да, вот один из таких интересных багов, тоже он из реальной практики, но, соответственно, здесь к реальному сайту никакого отношения нет, но примерно вот так вот оно и было. Здесь был обнаружен скрытый параметр. Часто ищут скрытые параметры, например, в Get. Вот у меня тоже в ВКонтакте там был один случай со скрытым параметром, но мы про это не будем. Вот здесь в данном случае был обнаружен скрытый параметр «Дискаунт», с помощью которого можно было установить себе скидку. Ну и можно было купить товар. Соответственно, предположим, что у нас есть некий онлайн-магазин, где продавался iPhone 16 Pro за очень-очень много денег. Ну и вот был такой запрос, слева мы видим, где передавался ID телефона и количество. И этот запрос нужен был для того, чтобы окончательную цену с учетом всех скидок, промокодов вычислить. Вот в ответе видно то, что возвращается дискаунт нул, и, соответственно, как только вот это было замечено, я такой подумал, а почему бы не добавить этот параметр к запросу? Ну и вот, соответственно, таким образом был добавлен параметр к запросу на покупку телефона и в итоге удалось там… На самом деле в реальной ситуации там, конечно, не с телефоном, там был другой товар, но, тем не менее, скидка была получена. А как узнать, что кто-то отправил скрытый параметр? Вот я не знаю, если вы сами не знаете про то, что он у вас есть, наверное, это почти нереально. Вот эту, кстати, красивую гифку, которая вот тут крутится, новые технологии, это нарисовала нейронка. Как сделать сайт полностью безопасным? Полностью безопасным вы сайт, соответственно, никак не сделаете, потому что всегда будут на сайте уязвимости. Обычно, вот, допустим, есть… Давайте… Есть некоторые способы, да, как можно улучшить безопасность на сайте, например, с помощью пин-теста. Если, соответственно, у вас есть деньги, нанимаете команду пин-тестеров, они смотрят ваш сайт, вы можете им дать еще исходный код, соответственно, они найдут там все уязвимости. Ну, не все, конечно же. Но, тем не менее, это поможет повысить безопасность сайта. Багбаунти тоже вот дополняет пин-тест. Багбаунти, соответственно, позволяет… Ну, вот, честно говоря, у меня большой опыт поиска уязвимостей, и искать уязвимости после багхантеров, это, конечно же, намного сложнее, чем после пин-тестеров. Ну, потому что багхантеры, они как-то смотрят внутрь сайта намного глубже. Вот. Тоже один из важных аспектов для безопасности сайта – это, конечно же, бэкапы. Вот у меня… Ну, понятно, если у вас там очень крупный сайт, вы не сможете себе бэкап отправить в телегу, но если вы делаете какой-нибудь маленький сайт, вот я для себя придумал решение каждый день по несколько раз засылать себе бэкап в личные сообщения через бота. В принципе, в любой момент можно так поднять, но в реальных проектах каких-то нужно этот момент тоже очень сильно обдумывать. И вот логирование. Опять же, ну вот, допустим, на iDoor можно повесить логирование. Ну, тоже как вот пользователь выполняет какое-то действие, и вы можете только отследить, выполнил ли он его или нет. Вот. Я думаю, то, что на текущий момент сделать сайт прям реально безопасным – это тоже писать код с помощью нейронки. Вот если я год назад писал сайт с помощью нейронки, ну, вот этот чаджи 5-3,5, она, соответственно, писала еще сайт с уязвимостями. Сейчас я пробовал писать сайт с помощью нейронки Cloud AI, и, в принципе, там сайт получается настолько безопасным, что дыр в нем почти нет. Вот. Я думаю, в будущем будет так, что, соответственно, сайты будут становиться все безопаснее, безопаснее, безопаснее еще на стадии написания кода. И я бы сейчас ориентировался на вот такие вот моменты еще до того, как вы сайт куда-то там в прот выкатили. Вот. Теперь у меня здесь для вас есть несколько подарков. Я из Казахстана их тоже привез. В принципе, тут шоколадки, курт. И я думаю, вы сами знаете, как сделать сайт безопасным, поэтому, в принципе, давайте так вот сделаем. Вы предлагайте какой-нибудь механизм. Если я с ним соглашаюсь или тут зал соглашается, вы получаете подарок. В принципе, сейчас так будем микрофон передавать. Вот у нас уже тут есть люди. А как насчет на этапе проектирования сайта? Нормально все API описать и продумать до того, как они пойдут в прот и, соответственно, не выносить критичные поля в польский сегмент, а обрабатывать все на серверной стороне? Ну, в принципе, это, наверное, то же самое, что и я сказал, когда с помощью нейронки еще на моменте написания кода, ну, как раз на моменте проектирования делается. В принципе, ну, это как вариант. Даем человеку курт. А разве нету в IT специальных должностей архитекторов, так сказать, систем, которые как раз и занимаются этим, так сказать, натуральной нейронкой? Есть, есть. Но просто человек, он на то и человек, нейронка, она как бы может делать много действий автоматизированно, а человек, он может от усталости там что-то забыть, не сделать, и вот таким образом, соответственно, может что-то упустить. Ну, то есть, проверка. Мне кажется, все-таки нейронка в этом случае надежней. Я бы и то, и то использовал. То есть, и люди… Ну, это в идеале, да. А можно вопросик небольшой заодно? Как часто и в каких сегментах, в каких, так сказать, областях, в каких отраслях сайты попадались вам с такими дефектами, когда выносились пользовательские параметры в клиентскую область? Ну, это вообще достаточно такая распространенная бага. Мне, сейчас скажу, ну, наверное, порядка пяти уязвимостей за всю свою практику, ну, за последние, наверное, два года я отрепортил таких. Вот. Вообще, где угодно может быть это. То есть, и там в социальных сетях, и там вообще на любых сайтах. Ну, ладно. Вот, из Казахстана Курт. Можно передать? Так, там у нас следующий. Как бы вы делали сайт безопасным следующим человеком? Итак, отличное предложение использовать фреймворки библиотеки с высоким уровнем абстракции. Скажем, тот же Svelte или же какие-то библиотеки, подобные ему, они используют высокий уровень абстракции, где очень много проверок от дурака, и допустить какую-то тупую уязвимость очень тяжело становится. Ну, это хорошее решение. В фреймворке они добавляют, конечно, безопасность. Особенно, если там тысячи хакеров бесконечно их ломают. Ну, в принципе, да, там с безопасностью хорошо. За это, в принципе, да, это тоже можно. В том числе шла речь о том, что вектор подсказывает клиентский код, JavaScript, и, конечно, фреймворк тоже решает эту проблему, но я бы еще предложил такую вещь, как опфускацию исходного кода JavaScript. Отличное решение, опфускация. Но сейчас я бы не сказал, что это прям такой крутой уровень защиты. Это, безусловно, уровень защиты, но диафускация сейчас с помощью тех же нейронок, они вам все что угодно диафуссируют. Единственное, что, я не знаю, последние модели могут ли они диафуссировать прям большие куски кода. Но как решение… Ну и следующим этапом параноидальным это использование вас. Чего? В веб-ассембле. Ну, да. Там уже диафускация уровня десктопа. Спасибо. Ладно, шоколадку. Отлично. У нас, видите, я даже не знаю, что мне тут рассказывать, как сделать сайт безопасный. Все и так все знают. Давайте там, может быть, кто-то хочет еще что-нибудь нам рассказать. У меня еще есть несколько шоколадок и вот… Курт? Окей. Да, мы сейчас, соответственно, говорим… Мы сейчас говорим непосредственно про… Вот, кстати, вафф. Это тоже, да. Это то, что я хотел сказать. Если мы вафф сделаем и OpenAPI спецификацию в него закидываем, соответственно, по вайт-листу просто пропускаем все, что нужно, не пропускаем все, что не нужно. Да, и тем более сейчас есть тоже такие умные ваффы. Вафф – это тоже крутое решение. Вот буквально сегодня до того, как я тут на докладе решил выступить, мы обсуждали как раз ваффы и пришли к такому выводу, ну, что они очень сильно усложняют жизнь хакерам. Буквально после трех запросов, соответственно, бан какой-нибудь прилетает и как ломать дальше. Вот вопрос. Поэтому, да, это хорошее тоже решение. Да. Так, шоколадку можно передать все-таки? Прям вот это вот казахстанский шоколад, известный. Я решил его тоже привести. Я хотел вопрос задать. Когда в Позитиве появится своя платформа у BackBounty? А уже есть своя платформа BackBounty. Standoff 365 она называется. Всем рекомендую заходить в BackHunt. У меня там ВКонтакте четвертое место. Наверное, я не знаю, не сместили ли меня дальше, но тем не менее уязвимости я там много понаходил интересных, про которые, соответственно, если там возвращаться вот так вот назад. Блин, почему-то белый слайд, я вот не понимаю, как вообще так получается. Дисклозов нету. Ладно, спасибо за вопрос. А к счетам у нас еще есть желающие, кто… Вот у нас есть, да, варианты еще. Как сделать сайт безопасным? У меня есть хороший, ну, интересный вариант на подумать, потому что во время разработки главное, чтобы код был чистый. И есть книга «Чистый код» и нечто подобное. Или, например, принцип, когда мы декомпозируем приложения, делим на микросервисы, делим логику на delivery, например, user case repository. То есть, первое, писать код нормально, читаемо. И второй вариант, использовать языки строго типизированные. То есть, никакого там Python или PHP, а, например, GoWang. И параметры проверять напрямую на принадлежность к типу данных. Ну, как вариант. Но мне кажется, это вот уже немножко повторяется с архитектурой. То есть, я бы чистый код и архитектуру в один такой какой-то момент вынес. Как считает зал, в принципе? Значит, даем шоколадку. Так, у меня еще одна шоколадка и вот самый такой большой. Это вообще, кто не знает, это такой вот крутой сухой сыр. Я тут не в зачет. Не в зачет. Вот там какое-то предложение, что-либо. Нет, у меня вопрос такой, на подумать, на рассуждать. Мы говорили в том числе про ВАВ. На ваш взгляд, возможно ли такая интеллектуальная система, которая бы анализировала поведение пользователя и на основе этого выдавала вердикт, пытаются ли наш сайт взломать, ну, происходит ли в данный момент разведка? Я думаю, возможно. Но вот… Чтобы при этом, да, прошу прощения, чтобы при этом не ломался польский сценарий. Чтобы не было ложных срабатываний. Я понимаю, да. Вообще там такая есть проблема, если нейронки как-то анализируют поведение пользователя на сайте, то, насколько мне известно, это такой вот достаточно ресурсоемкий процесс. И каждый запрос таким образом анализировать не получится. Вот, допустим, как обходится ВАВ некоторый, не буду говорить конкретно про какой. Ну, то есть быстрая отправка запросов. Там, я не знаю, рейс кондишеном отправляем 100 запросов, там какой-то сотый запрос с пилотом проходит, потому что сайт просто там не смог его обработать. Вот, а чтобы пользовательский опыт не нарушался, я думаю, в принципе, это можно реализовать, ну, то есть анализировать, скажем, не каждый запрос, да, там как-то выборочно, или, может быть, пачками запросы как-то скармливать. И нейронка там обнаруживает, скажем, в этой пачке запросов или каких-то данных от пользователей какие-нибудь аномалии, и, соответственно, блокирует такого человека там буквально, ну, может, не сразу, а через 5 минут. Ну, либо мы понимаем, что человек уже просто отправляет пост-запросы вне пользовательского сценария, что уже тоже выдает. Да, это как тоже. По поводу, кстати, 100 запросов, тут же уже какие-то и анти-DDoS средства могут помочь. Cloudflare, proof of conception. Да, ну вот, все равно, если так вот возвращаться к тому, это прям не стопроцентный механизм, не стопроцентная надежность он выдает, потому что, ну, во-первых, он не устраняет уязвимости, которые есть внутри, но как дополнительный слой защиты это хорошее решение. Еще один вопрос. У позитива есть продукт MaxPatrolO2. Умеет ли он в веб-уязвимости и веб-NS? Условно, получение роли администратора. Честно говоря, я не углублялся в эти моменты, поэтому я, наверное, не смогу на этот вопрос ответить. Но я знаю то, что есть такой продукт. Там вот, может быть, тоже у кого-то или ни у кого нет вопросов? Ой, вернее, предложений, как сделать сайт безопасным. Ну, если нет… Спасибо, во-первых… А, вот там, да, есть. Не знаю, насколько перекликаются. Вот Wafo называют, но Wafo – это же не единственный метод защиты. Еще там антидодос, антибот подключить можно. Аппликейшн-инспектор какой-нибудь, который будет сканировать наш сайт постоянно, искать там уязвимости и выдавать рекомендации. У вас, кстати, есть хороший как раз-таки. И, наверное, соблюдение каких-то рекомендаций, которые до нас разработаны, и на них можно опираться. А то Wafo какого-нибудь, hardening всякий. Короче, вариантов много накидал? Сами выбирайте, какой вам понравился. Мне тут просто абсолютно нечего добавить. Вот это Курт. Спасибо за крутое предложение. Да, самый большой такой вот достался. Ну и последнее. Шоколадка, в принципе. Я так понял, ни у кого нету больше предложений, давайте какой-нибудь девчонке подарим. Вот. шоколадку. Вот. Я хочу вообще, во-первых, сказать большое спасибо за то, что рассказали доклад за меня. Да. И вот здесь вот есть QR-код, который никому не рекомендую сканировать. Он ведет на мой канал, где 3635 подписчиков. Канал называется Backhunter. У меня еще есть там другие каналы. Вот. Вопросов, я так полагаю, тоже не осталось. Поэтому всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok